МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Галина Титарчук. На пороге открытий. Сегодня специалисты начали изучать останки, которые были обнаружены во время недавних раскопок в Чубаксарах. Первую экспертизу провели антропологи. В Чувашию из Москвы приехали представители Академии наук и Московского государственного университета. В нашей съемочной группе удалось снять эксклюзивные кадры начала исследования. Перевозить кости, которые пролежали в земле 400 лет, в другое место было бы рисковано. Никто не даст гарантии, что в дороге останки не пострадают. Эксперты расположились в небольшом зале для приема гостей на территории мужского монастыря. Их работа поистине ювелирная. Каждую кость аккуратно вычищают от грязи, измеряют и подробно осматривают. Но от комментариев антропологи отказываются. Делать какие-либо выводы пока рано. А что можно все-таки рассказать эту экспертизу? Без комментариев. А вообще-вообще-то? Все, ладно. Так или иначе, по костям антропологи могут прочесть многое. Останки хранят информацию о возрасте человека, его заболеваниях и даже окружающей среде, в которой он проживал. Но только визуального осмотра недостаточно. Специалисты намерены провести экспертизу ДНК, чтобы определить и родственные связи. Сегодня, естественно, научные методы предлагают широкий спектр исследований в археологии. Это и физические, и химические. По наличию микроэлементов в костях можно определить место жительства, место рождения жительства человека. Этот спектр возможности гораздо больше, чем мы можем представить. Пока же уникальная находка хранится на территории монастыря. Кости, которые были обнаружены во время раскопок, опечатаны в деревянных ящиках. Раньше именно здесь располагались подземные ходы, но теперь это просто подвал. Для хранения человеческих останков это помещение подходит идеально. Внутри достаточно тепло, но главное – нет влажности. То есть должно быть сухо, не слишком холодно. Да, да. Вот идеальный условие. Вот видите, потолок сухой, все сухо. Микреляция здесь великолепная просто. Вот, даже можно почувствовать, как поток свежего воздуха идет. По всей видимости, кости здесь останутся надолго. Основные экспертизы будут проводиться в монастыре. Исследования только начались, и пока преждевременно говорить о том, что в Чебоксарах найдены останки Марии Шестовой. Медрик Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика. К другим новостям. 13 декабря 2013 года в Казани прошло совещание по вопросам реализации мероприятий, связанных с выполнением указов президента России 7 мая 2012 года, и о бюджетах субъектов ПФО в 2014 и в плановом периоде 2015-2016 годов. В совещании под председательством полномочного представителя президента России в ПФО Михаила Бабича принял участие и глава Чуваши. Там сегодня работала наша съемочная группа. Открывая совещание, Михаил Бабич сказал, что одна из основных задач в бюджетном процессе – это исполнение майских указов президента России. «Идет напряженная работа, но поставленные задачи мы выполняем». Участники встречи обсудили вопрос о достаточности средств, сбалансированности бюджетов, состоянии госдолга в разрезе каждого региона, региональные возможности по участию в инвестиционных процессах и соответствии отраслевых индикаторов дорожным картам. Сегодня как раз глава регионов, которые имеют богатый практический опыт уже и достаточно длительной работы в регионах, и уже по исполнению в течение года полутора лет указов президентских, дали очень конструктивные и профессиональные предложения. И по оптимизации налоговой политики, и по оптимизации тарифной политики, и по реальному положению дел в отраслях, в образовании, здравоохранении с точки зрения поиска возможностей по сокращению издержек и, соответственно, повышения доходной части бюджета. Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Минфин проводит серию совещаний с губернаторами и министрами финансов, чтобы подвести итоги исполнения указов президента России и их обеспечены средствами, обсудить региональные бюджеты на перспективу. Цель нашего совещания – проанализировать, насколько определены источники для реализации этих указов, насколько задействованы в полном объеме резервы, которые есть у субъектов Российской Федерации, для того, чтобы мобилизовать ресурсы на приоритетах экономической, социально-экономической политики, которые определены. На совещании были проанализированы источники наполнения бюджетов, а также существующие в регионах резервы, которые можно направить на приоритетные проекты. Положительное решение сразу было принято со стороны Министерства финансов Российской Федерации. Антон Гермин Силуанов сказал, что трансферные отношения или дотации на уравнивание бюджетной обеспеченности, они дадут нам в январе месяце, для того, чтобы нормально еще нам иметь определенные запасы, чтобы никаких сбоев не было. Почему я так говорю? Потому что в начале года пополнение доходной части, имея в виду собственных доходов, это всегда сложно проходит. Год только начинается, новогодние рождественские ганикулы, так скажем. И с этой точки зрения мы должны иметь определенный запас. Эти договоренности тоже достигнуты. В республике продолжают обсуждать послания президента страны федеральному собранию. Речь Владимира Путина прокомментировали профильные министры республиканского правительства. Традиционно в послании пристальное внимание образованию, ключевой в социальной сфере. Рост зарплат учителей по-прежнему один из бюджетных приоритетов. Но не менее важной задачей, позвучавшей в послании, консолидации интересов общества вокруг школы. Повышение зарплаты, само собой, не даст того результата, который мы ждем сегодня от системы образования. Оно произойдет только при условии, если мотивирован ученик, если мотивирован учитель. И очень важно, если интерес проявляет к этой деятельности, к этой сфере деятельности родителей. Между тем, российские школы работают в две смены, а мест в детских садах не хватает. Нужны дополнительные места. Можно создавать школы-садики, начальные классы в ДОУ, что предложено президентом, открывать домашние частные детсады, привлекая бизнес, что и делает Чувашия. Большое внимание в послании экономическому блоку. Очень порадовало это по поддержке региона в плане развития индустриального парка, технопарка, бизнес-парка. Когда регион затрачивается на все эти вещи, это понятно, нам это нужно. Но и здесь положительный стимул, когда эти средства возвращаются. Еще одна ключевая тема – социальное обустройство села. В продолжение прежней программы социального развития села принято новое, устойчивое развитие сельских территорий. Точки роста для деревни, создание инфраструктуры, закрепление специалистов. В этой новой программе я хочу отметить, что уже есть положительные сдвиги. Это то, что увеличился объем средств на поддержку и строительство жилья в сельской местности. То есть, если в предыдущей программе у нас для граждан выплачивалось 45% от строительства жилья, то со следующего года будет уже 70%. Кроме этого, появились новые направления поддержки. Это поддержка сельских инициатив. Там будут выдаваться гранты на конкурсной основе также. Владимир Путин представил свое видение стратегического развития страны на ближайшую перспективу. А дальше, с учетом послания, будет планировать свою работу региональная власть. Ольга Григорьева, Сергей Рябчиков, Республика. 2892 человека обратились к органам власти в единый день приема граждан. Лидерами по количеству принятых граждан стали органы местного самоуправления – 1805 человек. В территориальное управление обратились 684 человека. В органы исполнительной власти – 379. В приемную президента страны – 24 человека. Подобные общероссийские приемы граждан в день Конституции России станут ежегодной традицией. В Чувашии появятся транспортно-пересадочные узлы. Соглашение об этом подписал глава Республики Михаил Игнатьев и начальник дирекции железнодорожных вокзалов. Транспортно-пересадочные узлы будут нести общественно-деловую функцию. Их создадут на базе железнодорожных вокзалов и автостанций с обустройством прилегающих к ним территорий. При строительстве ТПУ будут использованы инновационные технологии и современные системы управления. Это позволит создать комфортные условия для пересадки пассажиров с одного вида транспорта на другой. При обустройстве прилегающих территорий планируется основной акцент сделать на обеспечении безопасности населения, включая организацию движения, парковку общественного и личного автотранспорта. Кроме того, в проектах ТПУ будут реализованы современные инженерные решения, которые помогут людям с ограниченными физическими возможностями, пассажирам с детьми и пожилым гражданам передвигаться с меньшей затратой сил и нервов. В пятницу в Москве в мультимедийном пресс-центре РИА Новости открылся первый московский международный форум «Религия и мир». В его работе приняли участие представители основных традиционных религий и эксперты в сфере межконфессиональных отношений из России, Европы и США. Там работала наша съемочная группа. На связи наш корреспондент Регина Кубайкина. Регина, расскажи, пожалуйста, что происходило на форуме. Основная тема – государство и конфессии, модели сосуществования и опыт взаимодействия в общественном пространстве. Цель форума – создание современной научно-практической базы для углубления взаимодействия государства и религиозных организаций. На приятии приняли участие более 400 человек – эксперты из России, Европы и США. В ходе тренарного заседания с основным докладом выступил митрополит Волоколамский Лорион. Он рассказал, почему Россия дрожит традиционными ценностями, касающейся семьи, образования, культуры. Эпилогом стало подписание резолюции. Спасибо, Регина. Напомню, что сегодня в Москве открылся первый московский международный форум «Религия и мир». Подробнее об этом в форуме в нашем выпуске в понедельник. Сегодня утром движение по Гагаринскому мосту было парализовано. Там произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На проспекте Никольского водитель Лады Приора не справился с управлением. Выехав на встречную полосу, он столкнулся сразу с тремя легковушками. В итоге трое человек пострадали и были доставлены в больницу. Одной из причин специалисты называют плохие дорожные условия. Накануне госавтоинспекция предупреждала всех водителей о необходимости быть осторожными. Но, видимо, совету последовали не все. Сегодня в Чубаксарах можно было взять и выбросить старый мобильник и батарейки. Зеленое движение «Эко» Чувашия провела специальную акцию «Разряжайся», во время которой владельцы старой техники могли избавиться от нее, не переживая за то, что наносят вред окружающей среде. Одна батарейка загрязняет вредными компонентами 400 литров воды и 20 квадратных метров почвы. Если люди выбрасывают батарейки в мусорное ведро, то они попадают на городские свалки. И так как полигоны для захоронения отходов не оснащены защитой фильтрации вредных примесей и тяжелых металлов, все эти вредные вещества оказываются в грунтовых водах. Попадая в организм человека, они накапливаются в нем, что очень плохо сказывается на здоровье. Кстати, батарейки телефоны сдавали не совсем безвозмездно. За уважение к экологии поощряли конфетами. В столице республики сегодня открылся фестиваль творчества. Это очередное вложение в копилку добрых дел. Напомню, в ноябре в Чебоксарах стартовал марафон «550 добрых дел». Он приурочен к масштабному празднованию юбилея столицы в 2019 году. Фестиваль прошел во дворце детского и юношеского творчества. В этот день на сцене выступали и воспитанники детских садов города. Пусть некоторые артисты не совсем уверенно держались на сцене, путались в танцевальных па, здесь это было не главное. Важно, что все они внесли свой небольшой вклад в общее доброе дело. Мы пригласили пожилых людей, малообеспеченные семьи, многодетные семьи. Мы очень рады всех их здесь сегодня видеть на нашем празднике. Здесь выступают самые маленькие наши дошколята, которым от 3 до 7 лет. И они рады показать все, к чему они научились, что они могут. Многие жители Чебоксар в Новоюжном районе уже давно столкнулись с проблемой посещения церкви в большие праздники. Как известно, там находится единственный храм новомучеников и исповедников российских. В Пасху или Рождество этот храм буквально забит до отказа. К тому же большинству жителей трудно туда добираться. Сейчас эта проблема может быть решена. Между домами 51 и 59 по улице Трактора Строителей началось строительство молитвенного дома и подъем куполов. Купола для любой церкви или храма – основной священный атрибут. В пятницу они были освящены и подняты. Пройдет совсем немного времени, и молитвенный дом уже сможет принять своих первых прихожан. Молитвенный дом пока временное место, куда верующие могут прийти. В будущем году здесь начнут строить храм. Место для строительства было определено не сразу. Сначала земля, отведенная для строительства, оказалась в частных руках. Только со второй попытки священнослужителям удалось найти это место. Возводят молитвенный дом добровольцы. Им помогают бизнесмены. В прошлом году был торжественно освящен и установлен крест в основании будущего храма. Основной храм, надеемся, начать проектировать тоже в будущем году. Есть, конечно, такая мысль, что при посещении патриарха Кирилла Чувашии попробовать заложить этот храм. Большинство жителей ближайших домов рады, что рядом строят храм. Строительство храма нам очень необходимо. И мы счастливы, что он здесь строится рядом с нами, что у нас такой большой район. И на Моюжном храме там невозможно порой бывает большое количество людей. А потом здесь же много у нас больных и, как говорится, старых людей. Они туда не могут добраться и с маленькими детьми. Так что мы очень рады, что строится этот дом рядом с нами. Противников строительства немного. Они из числа тех, кто боится громкого звона колоколов. Петр Федоров утверждает, звон будет не громче уличного шума. Дмитрий Торчилов, Михаил Дементьев, Сергей Рябчиков, Республика. На сайте «Город России» продолжается голосование за наиболее значимый, узнаваемый и символичный город страны. Чувак Сара в рейтинге занимает лидирующую позицию и опережает своих преследователей почти на 40 тысяч голосов. Каждый из вас тоже может проголосовать за свой любимый город и повлиять на итоговый выбор. Результаты голосования подведут 30 декабря 2013 года в 15 часов по московскому времени. Кроме этого, на сайте городроссии.рф вы сможете узнать об истории и культуре городов, посмотреть уникальные фотографии и самые известные памятники русской архитектуры. Заходите на сайт и выбирайте город, обладающий неповторимым историческим и культурным наследием, достойный стать национальным символом. Ученица второй детско-юношеской спортивной школы Елена Муратова стала кандидатом на попадание в олимпийскую сборную. Девушка поборется за медали во фристайле. Пока это единственная представительница республики в российской команде. А вот олимпийскими фоколоносцами станут более 20 спортсменов. Мы продолжаем цикл сюжетов о них. Очередной рассказ о титулованной легкоатлетке Елене Николаевой. Карьера воспитанницы Чебоксарской школы спортивной ходьбы сразу же пошла на взлет. Звание мастера спорта ей присвоили уже на первом курсе. А в 1986-м она установила рекорд Советского Союза в спортивной ходьбе на 10 километров. На свое первое большое соревнование Елена отправилась спустя год и заняла пятое место. На олимпийскую дистанцию Николаева вышла в 92-м году. В Барселоне спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив китаянке всего одну секунду. Спустя четыре года в Атланте она все-таки стала олимпийской чемпионкой. Кроме олимпийских наград в ее багаже победы на чемпионатах страны, а также Кубки Европы и мира. Елена Николаева заслуженный работник физической культуры и спорта. Почетный гражданин Чебоксар. Митрий Ковалев, Республика. Наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и приятных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова